Всем привет! Сегодня у нас с вами распаковка. Эта распаковка будет с сайта Алиэкспресс. Мне тут уже наприходило какое-то количество посылок, и я вам начну их показывать, но как обычно, в хронологическом порядке, как я это люблю. Сначала покажу самые первые посылки, которые ко мне пришли. Они все еще актуальны, ссылки на них есть, и я их в описании снизу прикреплю обязательно. Так, ну давайте по порядку. Я тут вот так вот кучка это нагрузила, тут еще коробочка. Ну давайте по очереди, наверное. Начнем, начнем. Сейчас мы это уберем вот так. Начнем смотреть, давайте вот сверху, вот с этой кучки фольга. Я ее где-то во влоге, распаковку этой фольги показывала, но там я просто ее распаковала и все. Извиняюсь, я тут недавно генеральную уборку делала, использовала всякие средства для мытья, и у меня аллергия вылезла, поэтому... Короче, мы там ее не тестировали, поэтому давайте сейчас начнем с нее по-быстренькому. Посмотрим, какие здесь цвета пришли еще разочек, потому что влоги смотрят не все, а так как это тематическое видео, здесь, я думаю, это будет актуальнее. Так, фольга. Фольга здесь 10 штук. Покажу сначала цвета. Это песочек, это не золото. Многие, когда смотрят на фотографию продавца, думают, что это золото, металл нет. Песок. Ну, то есть бежевый. Так, вот такой вот под камень разводы голубые, голубо-белые. Очень симпатичная, розовая. Кстати, вот эта фольга, она не очень тонкая, поэтому мне будет интересно сейчас ее протестировать, как она работает. Но сочетание цветов очень приятное. Вот это уже с металлизированными вкраплениями. Небольшие кусочки. На Алиэкспресс, в принципе, можно найти и эти же расцветки в баночках, в таких вот упаковках, и там будет по метру. Поэтому здесь я протестирую, и если мне какая-то действительно понравится, или там несколько штук, то можно заказать, поискать. Это очень красиво тоже выглядит. Не знаю, как это на ногтях будет смотреться. Я очень рассчитываю, что она перенесется на весь ноготок, а не только ляпинами. Очень на это надеюсь. Так, здесь уже идет цветы и лебеди. Такой вот рисунок. То есть получается с цветами только один, все остальное под камень. Ну или под такие вот разводы, типа камень, вода, там что-то, типа краски. И здесь идет еще одна прозрачная. Она полностью прозрачная, я так понимаю, что это для защиты, чтобы не слипалось, так как вот в такой вот позе все это дело пришло. Давайте сейчас сразу еще вот эту вот металлизированную посмотрим и вместе протестируем их одновременно, чтобы не откладывать. Так, достаем. Вот это очень тоненькая, нежная фольга. И так как я ее уже распаковывала и пробовала разные способы хранения, то есть вот у меня сгибы. В общем, некоторые немножко пострадали. Очень жаль. Ну что поделать. Очень она тоненькая, прям летает. Видите, как помялась. Но они не все так помялись, я не знаю почему. Сиреневая так пострадала. Очень нежный такой цвет. Зеркальный. Вот видите, отпечаталась. А здесь у них промежуточной прозрачной не было. Хотя мне кажется, она бы не помешала. Очень красивый розовый. Сложно прям сказать, что за цвет. Он как будто бы матовый, но это все-таки металлизированный цвет, приглушенный, наверное, так скажу. И он как будто бы розовый с персиком и серебром перемешанный. Очень красиво. Так, такое яркое желтое золото. Так. Этот розовый еще более персиковый. Но тут уже голографика присутствует. Блин, голография я. Видите, как сильно переливается. Вот тут уже к меди этот оттенок ближе. Тоже с эффектом матового. Да, наверное, я это назову как матовый металл. Вот так. Ой, мне такой цвет очень нравится. Приклушенное золото. Цвета все приятные. И черный. Вот он, смотрите, как пострадал тоже. Да, с черным я, если честно, пока плохо представляю, что делать до сих пор. Ну, какая-то у меня была идея. Сейчас ее у меня в голове нет, но я думаю, вспомню. Так. Ну что? А, здесь, кстати, 7 штучек. Первая 10 была, вторая 7. И давайте будем тестировать. Я подготовила вот ромашки. Ну, это не скажу, что прям белая, но молочная. Я думаю, все равно подойдет для наших целей. Сейчас посмотрим, как переносится. Клей я буду изначально использовать вот такой. Это обычный клей, как обычный лак. Без полимеризации в лампе он засыхает от Essence. Ну, я думаю, он будет работать так же, как те белого цвета с AliExpress. Но если вдруг с ним будет плохо работать, я возьму, который для лампы. Так, начать я хочу. А давайте я сначала сейчас нарежу маленькие кусочки. Вот такие малявочки. И сейчас нанесем лак. Так, я не толстый слой делаю. Ну, вот здесь на упаковочке написано 80-90 секунд. Но я пробовала, он тогда полностью высыхает. Поэтому я буду ждать. Ой, сейчас на ощупь. Чтобы он немножко липкий еще оставался. Кусочков. Так, ну что тут уже? Я думаю, давно пора даже. Блин, на ощупь уже сухой. Сейчас, если плохо получится, я на соседнем ноготке сделаю менее высохший слой лака. Что-то, мне кажется, нет. Вот здесь-то прилипло слева. Особо не отходит. А здесь отлипает. Да, ничего тут не выйдет у нас, к сожалению. Видимо, надо было раньше клеить. Ладно, давайте. У меня там еще остался кусочек. Сейчас так и сделаем. Ничего страшного. Это же тестирование. Может быть, слой толще надо. Кто опытный в работе с фольгой, может подсказывать. А, у меня тут, кстати, быстро засыхает еще, наверное, потому что окно открыто. Ну, вроде как. Пора. Похоже, этот лак работает, точнее, клей. Только для вот такого вот типа работы с фольгой отрывного. Целиком она у меня никак не хочет переноситься. Значит, надо пробовать под лампой. Клей. Эх. А жаль. Потому что так быстрее было бы. Удобнее. Видите, вот так все поотрывало. И все. Так, где у меня там еще липка? Ну все. Так, ладно. Сейчас мы к нему вернемся. Точнее, не к нему, а к этой фольге. Вот этот вот кусочек мы будем пробовать с гелевым клеем. Или как его правильно называть? Оставлю здесь место. Пока давайте с этим лаком поработаем вот с этой фольгой. Посмотрим, как она перенесется. Металлическую фольгу я в маникюре уже использовала. Но там я делала тоже вот отрывным способом. Ляпина. Два золотых цвета. В видео о моих маникюрах можно посмотреть, что у меня там получилось. Ну там был достаточно простой маникюр. Ничего такого намудренного. Так как это было вообще первый раз в жизни, когда я использовала. Было интересно. Сейчас подождем немножко. Фиолетовый перенесем. Отрывным она работает вообще прекрасно. Очень хорошо все это переносится. Но меня интересует именно на весь ноготок способ. Думаю, все. Конечно, видите, она тоненькая. Намного лучше ложится. Так сразу же не сопротивляется. Не пытается оторваться. Как предыдущий. Ну от боков. Я имею ввиду. Та отходила очень сильно. С тоненькой попроще работать. Ну я думаю, если подобрать хороший клей, все равно и с той, с предыдущей, которая с рисунками, тоже все получится. Потому что я смотрю, у других получается. И у меня когда-нибудь получится. Тут однотонная поверхность, гладкая. Поэтому где-то, если пропрешины будут, можно будет допечатать. Я так думаю. Ну не идеально, конечно. Вообще не идеально. Но цвет красивый. Вот что получилось с этим лаком. Убираем тогда этот лак. Все, он работает только вот ляпины делать. Больше никак. Тогда сейчас другим попробуем. У меня вот такой. Вот такой. Липкость есть. Сейчас сюда черный прилепим. О! Ой, как печатает. Сразу. Блин. Хотела подровнять. Получится со смещением здесь. Получится со смещением здесь. Так, но здесь, конечно, намного лучше. Сейчас вот эту проплешинку попробуем. Разница есть. Ну, опять же, с однотонкой. Видите, я тут допечатываю все равно, потому что изначально... Ну, у меня кусочек узкий. Во-первых. Во-вторых, сдвинула его вначале. Ну, сейчас мы рядышком вот этот с рисунком попробуем. Там-то так его сильно не допечатаешь. Ну, черный, конечно, его вот так печатать точно нет смысла. На всю поверхность проще гирлак нанести черный. А вот фиолетовый, допустим, золотой, да, розовый там еще можно. Так, ладно. Этот клей, кстати, я тоже на Алиэкспресс заказывала. На него ссылка тоже будет. Ну, здесь, конечно, разница чувствуется в том, что рисунок сразу прилипает. Так, сейчас я закрою окно. Скрипеть начали. Секунду. Извиняюсь. От этих дорожников нет никакого спасения ни утром, ни днем, ни ночью. Ну, не вечером, поздно. Так, смотрите. Рисунок начинает отходить. Очень хороший признак. Возможно, все и получится. Ну, что рискнем? Вообще страшно. Честно говоря. Ну, поехали. Ну. Как бы неплохо. Не идеально, да. Не знаю, возможно ли добиться идеального результата. Думаю, да. Надо еще какой-нибудь клинером попробовать. Есть у вас? Здесь наборчик у меня. 12 штук, по-моему. Здесь вот такие вот рисунки. В разных цветовых гаммах. Ну, не знаю, как правильно назвать эту категорию. В общем, абстрактная геометрия такая. Какие-то рисунки. Ну, все, я думаю, с фольгой все понятно. Давайте дальше оранжевая гамма. Посмотрим слайдеры. Елена-желтая. Ну, я так, по-простому. Зеленая такая вот с красным. Мне кажется, это под анималистичный рисунок. Многие любят с глазами рисунки. Я, если честно, не очень, наверное. Ну, может быть, когда-нибудь проэкспериментирую. Но мне больше здесь привлекают именно кружочки, точечки. Вот эти вот элементы. Так, вот такие. Вот как раз на мой ноготок. Летняя такая тематика. Загорающие девушки, коктейли, фламинго, фруктики. Это вот акварельные такие у нас. Уже рисунки тоже на весь ноготок. Мне нравится цветовая гамма. Так, здесь уже просто люди пошли. Тоже в таком акварельном варианте. Дальше похоже все акварельное. Вот это вот на осень, наверное, хорошо. Цветочки и вот такие вот пятнышки снизу. Тоже осенняя цветовая гамма. Ой, вот это красиво. Почему-то вот этот рисунок мне нравится. Пирамидка. Это уже повеселее. Ну, в принципе, все такие интересные. Надо будет их нарезать. Так будет удобнее хранить. Ну, набор классный, мне кажется. Это тоже наборчик. Так. Сейчас откроем. Здесь тоже 12, что ли, штук. Только здесь уже зимняя такая тематика. Давайте тоже поближе посмотрим. Вот эти вот мне очень сильно нравятся. Очень нежные такие пастельные рисунки со зверями и веточками. Очень приятное сочетание цветов. Олень, совушка, лисички. Это, наверное, мишка. Дубовый листочек. Это можно не обязательно зимой использовать. Это и на весну, и на осень. Да, вот это вообще, в принципе, мне кажется, не зимняя такой. Универсальный. Так, котики. Ну, они, конечно, здесь не совсем стандартно нарисованы, на любителя. Но некоторые интересные. Вот этих вот можно снизу, которые. Вот это вот уже конкретно зимний мотив. Варежки. Вот это, я не знаю. Котик в чайнике, наверное, под вопросом. И вот этот вот подарочек тоже с носками для меня под вопросом. А так, в принципе, можно. Вот это тоже очень миленько выглядит. Вот это, правда, я не пойму, что. Что это такое? А, это, наверное, пряжа для вязки. Понятно, вот бомбончики. Всякие миленькие зверушки. Надпись Winter. Вот этот вот веночке очень хороший. Так, снова олени. Веточки эвкалипта, скорее всего. Пингвинята, еноты. Опять лисички. Тоже, я думаю, это будет интересно. Так, и опять такая вот пастельная цветовая гамма. Здесь, в принципе, все. Ну вот, я не знаю, вот один рог, куда его. А все остальное легко будет применить. Может, это не рог? Так, опять пингвины. Какие-то детишки пингвинов. Красивые снежинки. Очень красиво. Носочки. Вот это не похоже на пингвина. Хотя, кто его знает, эти тоже какие-то коричневатые. Наверное, это пингвин такой. Опять красивые снежинки. Елочки. Шар новогодний. Снегири. Очень красиво. Ой, милость какая. Красивая. Да. Ну, все красиво. Так. Смешная хрюшка. Плички тоже очень красивые. Все здесь красиво. Так, это у нас уже собачки. Ну, не только собачки, вот еще кролики. Это на хорька похоже. Вот это тоже, наверное, заяц. Или кто это? Верхушки. Шапочки. Шарфики. Вот собачки-кошечки. Тоже носочки. Сердечки, смотрите, какие. В общем, вот такой вот набор. Очень интересный. Много прям совсем приятных рисунков. Неоднозначных мало. Так, здесь одиночные. Два отдельных слайдера. Ну, одного продавца я заказывала. Так, открывайся. Вот это очень приятные, нежные, воздушные, акварельные цветы. И я хочу себе сохранить эту картинку. Ну, точнее, я буду ей, конечно, пользоваться. Просто сфотографирую для того, чтобы потом пробовать вручную красками все это рисовать. Потому что здесь они достаточно простые рисунки. Я думаю, повторить я смогу. Вот что-то такое я уже пробовала. Но пока только на бумаге рисовать. Вроде неплохо получается. Вот это еще нет. Пробовала наподобие вот такого рисунка. Ну, что-то вот между вот этими двумя. В принципе, шансы все есть. Короче, я думаю, у меня получится. Чтобы это было как пример. А так, конечно, очень приятные цвета. Но если я научусь, у меня все получится. Тогда будет возможность разные цвета. И более сложные потом рисовать. Вот этот, ну, немножко он получился темнее, чем я думала. Думала, я будет чуть поярче, что ли. Но, тем не менее, симпатично, я думаю, можно сделать. Вот и гибискус, и калибри. Вот и эти веточки очень приятные. С чем-нибудь это соединить. С тем же самым акварельным разводом снизу на ногти сделать. Какой-нибудь фон. Или там фольгу прилепить. Вот это, кстати, тоже веточка симпатичная. Вот так по отдельности смотришь, кажется красиво. А в целом, немножко за счет того, что вот этот красно-розовый приглушенный, кажется мрачнее. Но по отдельности хорошо, я думаю. Птичку куда-нибудь так чик. И какой-нибудь цветочек перед ней. И не обязательно с этой, кстати, с этого слайдера. Можно откуда-то от другого места. И последний, это тоже наборчик. Здесь уже должно быть не 12. Рисунков 4. Получается этот горизонтально, а эти вот так. Давайте тогда, раз их больше. Так, здесь у нас тоже с такой вот основой пастельной есть и надписи, и рисунки. Веточки с пятнышками. Вот этот мне очень нравится. Такое вот закатное солнце красное. И снова веточки с пятнышками. Вот это очень интересная штука. Ну, это сухоцветы. Сейчас мы их с вами откроем. Вот в такой вот граненой баночке. Да, конечно, дно, как обычно. Что-то здесь написано. Возможно, перечислены цветы. Потому что надпись у каждой баночки, а там разное сочетание цветов. Есть надписи, и они отличаются. Смотрите, какая красота. Почему-то мне захотелось в первую очередь заказать именно наборчик. Вот, были разные сочетания по цвету. Мне захотелось чего-то очень нежненького и нейтрального. Так, наверное. Тут вот розовый, фиолетовый, желтый и молочного цвета. Ну, зелененький еще. Эти посыпались. Зеленый тоже два вида. Посветлее, потемнее. Эти сухоцветы мне нужны для замеса. Я хочу смешивать и с прозрачным лаком, и с молочным. Но с молочным вероятнее, что в первую очередь. Они подкрашены. Потому что вот этот зеленый неестественный. Да. Мне кажется, они подкрашены. И розовый тоже. Я надеюсь, они не будут растворяться. Посмотрим, когда дело дойдет до этого маникюра. Очень надеюсь, что все будет окей. Выглядит вот так. Очень хорошо. И баночка, по крайней мере, вот тот объем, который здесь возможен, она, вы видели, полностью заполнена. И вот такая вот еще фольга. Я ее заказывала. Это же первая партия фольги, которую я вам показывала только что. Вместе с ней я заказала эту. Соответственно, я еще не знала, как они работают, какие там особенности. И я думала, что вот эта фольга, это то же самое, что и предыдущие, которые можно переносить на клей. Но оказалось, нет. Она вообще не переводится. Это вот такая вот паутинка. Очень плотная, на которую приклеена фольга. Тоже плотная. И ее, ну ее можно какими-то элементами нарезать и приклеить. Если они небольшие, то проблем особо не будет. Но если захочется на весь ноготь или на большую площадь, то нужно будет делать так. Вырезать нужный кусочек. Я пока не вырезаю, просто прикладываю. Сверху взять пленку пищевую или что-то в этом роде. Прижать. И потом заполимеризовать. Либо если у вас есть, знаете, в виде штампика, есть такие лампы для полимеризации. Ну или можно сказать, лампу, у которой приклеена силиконовая подушечка. Ты можешь прижать и заполимеризовать. Это будет очень удобно. Вот для таких целей классно эту вещь иметь. Но у меня нет, поэтому мне придется мучиться с пищевой пленкой. А так, я думаю, должно быть красиво. Особенно если вы делаете нарощенные гелевые ногти, и это утопите. Ну такой, типа эффект аквариума получится. Вот есть разные расцветки. Я выбрала, наверное, один из классических вариантов. Черный с золотом. Но были и цветные. Кстати, а если с обратной стороны? Тоже же так можно? Будет немножко иначе смотреться, но я думаю, тоже имеет место быть. Ну, типа две фольги у меня. Две расцветки. Так, дальше вам покажу фрезы. Самые первые фрезы, которые я с Алиэкспресс заказывала, я заказывала произвольно, просто какие мне понравились, не обращая сильно внимания на отзывы и на бренд. Ну и, соответственно, они у меня не очень хорошо работали, поэтому второй раз, когда я заказывала, я уже как-то повнимательнее, посерьезнее к этому отнеслась. Поискала на YouTube информацию о фрезах, которые вообще, в принципе, нравятся и хорошо работают большинству людей. И нашла вот такой вот бренд. Не знаю, как правильно он читается. Я даже, наверное, не буду пытаться. Так, что я взяла? Давайте. Во-первых, вот такой вот наборчик. Это пуля, наверное. Вот я сюда эту коробочку уже одну из них положила. Та, которой я пользуюсь пока что. А эти просто на запас, так как для меня это основная фреза, которой я делаю маникюр, поднимаю кутикулу, и ей же я могу ее и поспиливать, на самом деле. Очень мне понравилось качество. Я была прям, можно сказать, в восторге. По крайней мере, по сравнению с теми, которые у меня были до. Так, синий абразив, так как у меня очень сухая кутикула, она активно нарастает, грубо, ее надо прям серьезными методами убивать. Вот поэтому у меня синяя насечка. Пользуюсь я этими фрезами уже, а, наверное, уже полгода. Да, я так долго копила посылки. Ну да, по-моему, до Нового года все это дело пришло. Очень хороший абразив, ничего с ним не происходит пока что. Пользуюсь я часто, но я пользуюсь одна, никому ничего не делаю, поэтому, я думаю, можно, в принципе, если вы делаете кому-то, тоже использовать. У нее не острый кончик, что большой плюс, и хорошо она подлезает. Вот, 10 штучек в наборчике. Я очень довольна, что взяла их сразу много. Так, дальше шарик. Ну, это если мне хочется спилить шариком. Я, если честно, не очень прям сильно разбираюсь в таких вот более редких насечках оранжевая, но мне кажется, что она, наверное, близка к синей. Ну, в любом случае, она более грубая, чем красная. Я не помню, заказала я себе красный шарик или не заказала. Ну, вот этим я срезаю, но тогда обороты я делаю на меньшее количество, потому что вот здесь у меня уже более мягкая зона, и такая грубость не нужна. Поэтому обороты делаю пониже. Вот, но тоже, это все в один момент пришли, им всем по полгода примерно. И, как видите, ничего здесь не стесалось, никаких зазубрин, каких-то цепляющихся моментов не было. Все очень хорошо, мне очень понравилось. Но мне, наверное, нужен красный шарик еще. Вот эта вот фреза, тут я немножко перестаралась. Она мне оказалась не сильно нужна, потому что у нее очень маленькая вот эта часть, кончик, вот если сравнить с предыдущей. Она прям крошечная. Ну, конечно, если где-то прям какую-то крошечку надо спилить, вот, то может быть. Видите, она сразу мне тут начала шершавить все. Очень хорошая вблизи. Ну, короче, мелковата. Я не знаю, что там, где я ей буду делать. Вот так это, отсюда колпачок. Но, в любом случае, работает она классно. Просто очень маленькая. У меня только что выключился телефон, поэтому я очень надеюсь, что я там успела договорить все, что хотела. И давайте продолжим. Вот остались две вот такие фрезочки. И это, на самом деле, одни из моих любимых, как оказалось. Вот эта форма, я не знаю, она педикюрная или маникюрная, но я использую ее. Я вообще, в принципе, все фрезы и туда, и туда использую. Но это очень универсальная оказалась. Ей можно и поднять кутикулу. Она не острая, кстати. Слегка притупленная. Можно и спилить. Ну, она красная, и ей же я и полирую, в принципе. Для меня красная, это очень мягкий абразив. И я хочу такую синюю. Возможно, в ближайшее время закажу от этого же бренда. Почему две насечки, я не знаю, если честно. Мне чуть-чуть жесткости просто не хватает. Думаю, синюю надо сразу несколько штук таких брать. И вот это вот. Вроде как микрофончик. Это капля, наверное, это микрофончик. Тоже красный абразив. Она именно для полировки. И вот так вот большую поверхность можно хорошо заполировать и где-то что-то даже отпилить. И вот так тоже я делаю. Потому что у нее абразив со всех сторон. Очень классная. Вообще, в принципе, этот бренд мне очень сильно понравился. Не пожалела, что взяла. И поэтому пока что. Мне кто-нибудь не напишет, что есть еще какой-то супер-классный бренд на Алиэкспресс. Я имею в виду, за вменяемые деньги. Буду пока брать от этого. Так, и предпоследнее, что мы с вами смотрим, это вот такие вот диски. Здесь наборчик 100 штук. Абразив у меня должен быть 180. Надеюсь, вот написано где-нибудь. Так, диаметр 25. А где абразив? Не видать, да? В общем, там у продавца были разные варианты. По-моему, и по количеству, и по абразиву тоже. Вот такая вот коробочка на клеющейся основе. Она не вспененная, просто такая вот бумажечка тоненькая. Так. Отклеиваешь. Приклеиваешь к металлической основе. Ну, это, понятное дело, для пятикюра я брала. Это был наборчик. Там можно было взять и просто вот эти сменные файлы. Но я выбрала вариант вместе с основой, с металлической, так как у меня ее не было. Это... А здесь я ничего не отметила. Я подпишу вам там диаметр какой. А, что я там подписываю? 25-й диаметр. У меня все друг к другу подходит. Ничего не подпишу. Хочет открываться. А, я вообще со спины открываю, да? Так просто подобраться, знаете ли. Вот такое вот мягкое основание. Видите, склеили из тоненьких. Вот и... Для транспортировки очень удобно. Вообще точно никак не помнется, не деформируется, ничего не будет. Плотный металл. Ничего здесь не гнется. Очень все крепко, основательно. Здесь у меня уже приклеено. Вот такой вот диск. Он не перфорированный. Очень хорошо все держится. Но единственное, я брала для того, чтобы пользоваться для себя. И, соответственно, вот конкретно эта форма для педик... Ну, точнее, для меня, для спиливания, оказалось что-то не идеально удобно. Проще, наверное, было брать колпачки. Вот, в следующий раз, когда я эти доиспользую, я возьму колпачки. Потому что на ощупь... Тут его, видите, неправильно поставишь и не будет нормально спиливать. Надо же все равно как-то немножко под углом, чтобы хорошо все это снималось. И он закручивается. И получается, бывает, иногда вот так соскальзывает. В общем, на ком-то делает нормально. А вот на себе... Ну, короче, когда закончу, возьму колпачки. Вот. А так, в принципе, все работает классно. Сильно ничего не сыпется. Все пилит. Я довольна. Нарезала, кстати, я слайдеры только что. Так хранить будет удобнее. Получилась вот такая вот куча. К сожалению, где-то отваливаются вот эти пленочки. Но я все равно буду ее хранить поверх. Потому что я много раз рассказывала, что на тех слайдерах, у которых вот эта пленка не сохранилась, где-то потерялась, они у меня в той книжечке, где хранятся, вот к пластиковой прозрачной основе, поприлипали. И достаточно много слайдеров испортилось. Очень жалко. Без этой пленки можно хранить только в том случае, если вы никуда это не помещаете, а просто у вас стопочкой, допустим, в коробке. Вот так лежит и все. А эти я оставила в пленке. Так надежнее, знаете ли. Ну, стопочка получилась внушительная, да? Даже как-то приятно. Ну, давайте приступим к последнему элементу. По упаковке, я думаю, понятно, что это фрезер. Заказала себе нормальный, полноценный фрезер. До этого у меня была просто ручка. Я показывала как-то видео у ней. Розовая такая самая простая с Алиэкспресс. Тоже, если кому-то надо, на нее отзыв. Ссылка будет в описании. Посмотрите. Вот. Но мне там не хватало реверса и не хватало возможности нормально менять скорость. Вот. Поэтому вот такой вот я себе выбрала. Тоже, знаете, я сначала на YouTube полезла смотреть отзывы, какой хороший, чтобы не облажаться, потому что по тому, что я нашла на Алиэкспресс, мне было не очень понятно. И остановилась я именно на КАЦ. Хотя точно такая же форма. Есть еще ноу-нейм. Может быть, еще какие-то другие бренды. Но я выбрала вот именно тот, который показала девочкой по ее ссылке. Прошла, заказала. И вот так вот это все выглядит. Им я тоже пользуюсь уже. Ну, кстати, я так повспоминала. По-моему, это пришло даже не полгода назад, а это где-то в ноябре все было. Фрезы, я имею в виду. И фрезер. Поэтому очень давно я им уже пользуюсь. Я его тут упаковала, ну, примерно, чтобы вам показать, как это выглядело изначально. Вот. Но, понятное дело, было все поаккуратнее. Во-первых, здесь у нас инструкция. Ну, тут написано, как называются какие элементы. Вот. Ну, и, собственно, наполнение видно. А прям какой-то подробной инструкции, ну, вот такая вот на английском, если что-то кому-то понятно, то как бы... Все здорово. Мне ничего не понятно, поэтому убираем. В наборе здесь идет педаль, которой я никогда не пользуюсь. Это для тех, кто привык работать педалью. Мне даже на швейной машинке, если честно, она не очень удобна. Я свои ноги так, видимо, не контролирую. В общем, в любом случае, она здесь есть. Дальше. Вот такой вот наборчик был с фрезами, которые, если честно, странно выглядят немножко. Сейчас откроем. Ну, вот это вот, в частности. Я даже не пробовала их тестировать, хотя вот эти вот на ноги я могу использовать вместо карточков. Так, у меня тут чернуша делает свою распаковку. На ноги вот это я использую. Нормально работают. А вот эти металлические пока даже не пробовала. В любом случае, все это есть. Так, подставка для ручки. Здесь идет только вот такая. Сбоку на сам фрезер бывает еще такой стакан. Так, начались звонки. Так, короче, бывает колпачок, который сбоку крепится, и ручку можно туда вставлять. Но у меня такого почему-то нет. Ну, я уже вот к этой привыкла, в принципе. Так, коробочка. Смотрите, все это вот в этой вот спененной штуке. Ничего не будет. Сверху, вы видели, тоже был листочек. Поэтому для транспортировки очень все хорошо продумано. Ничего нигде не должно пострадать. Вот тут у нас ручечка. Если она так называется. Она очень тяжелая. Ну, в смысле очень тяжелая. Она прям весомая, нелегкая, не пустая. Ничего там не громыхает. Хорошая. Ну, вот за эти чуть больше полгода очень классно себя фрезе проявил. Сразу скажу, что мне прям полностью он устраивает. Хотя я его уже... Ну, не я, коты, ну, неважно. Мы его уже два раза уронили. И он выжил. Падал хорошо. Так, здесь вот эта вот штука крутится. Вот. И открывается, соответственно, здесь отверстие, можно менять фрезы. В розовой такого не было. Там надо было мучиться. Я не помню, если честно, как там уже открывалось. Но было каждый раз мучительно. Мне приходилось полностью все разбирать. Все, вот это все переключается. Шнурочек. Уберу коробочку, потому что в ней больше ничего нет. Так, вилка у меня европейская. Тоже сама машинка такая тяжеленькая, крепкая прям. Нравится мне. Ну, кажется, когда она такая тяжелая, то и качественная, что ли. Так, отверстие для фрез. Сзади у нас есть переключатель на педаль. Сюда, собственно, мы ее и прикрепляем. А это включение-выключение. Вот. Так, ну что, включить вам, наверное, чтобы показать, что он работает. Так, подсоединим ручку. Кстати, у ручки изначально, когда ее только я получила, здесь стояла еще металлическая просто палочка, типа заглушки. Сейчас у меня ее, кстати, и не сохранилось. Так. Вот так вот это все в готовом состоянии выглядит. Так, включить... Что, вставить, наверное, какую-нибудь фрезу? Давайте. Открываем. Вставляем. Вот эту крошечку взяла. Включаем. Включаем. Максимум 35 оборотов. Реверс. Очень нужен был у меня реверс. Видите, через выключение включается. Переключается. Это очень удобно. Вот. Здесь тоже. Название прописано, хотя плохо сейчас видно у меня, потому что свет тоже сел. Вот. Я думаю, вы видите, что там написано. КАЦ 21. Я думаю, это вольты. Но не факт. 35 тысяч оборотов. Не обманули. Действительно, они там есть. И по звуку вы даже слышите, что становится он более интенсивный, громкий. И при работе это тоже чувствуется. Так что, если вас интересует фрезер, и вы в ближайшее время планируете приобретать, и не знаете какой, я бы вот такой вам смело могла рекомендовать, потому что он живет уже давно, и даже был травмирован. И все равно живет. И классно работает. Так, ну что, на этом мы с вами, наверное, закончим распаковку и небольшое тестирование. Спасибо, что посмотрели. Пишите комментарии. И ждите следующего выпуска. Там уже пойдут более новые мои посылки. И я думаю, тестирование будет больше, и что-то будет интереснее. Я так думаю. Пока-пока.